Я понимаю, что я каждую минуту своего доклада буду оценивать наш ужин, поэтому я постараюсь очень кратко, в основном, идею свыжить. Но также данные исследования нашли в самом начале, и мы с коллегой будем очень признательны за рекомендации, поскольку действительно нам очень интересно закончить это исследование. Но мы сталкиваемся с определенными проблемами и надеемся, что как-то обсуждения, которые продолжатся на ужин, скорее всего, мы как-то их преодолеем. Основная идея какая была, она родилась в контексте сначала Китая, экономики Китая, проверить, насколько действительно уравнение реакции Центрального банка, КНР, входит или не входит в валютный курс. Делали мы это с прицелом на российскую экономику, поскольку понятно, что когда Центральный банк России заявил о переходе на политику таргетирования инфляции, стали говорить о том, будет ли это политика таргетирования в чистом виде, или мы говорим все же о гибридном подходе, когда процентный канал является не единственным каналом разместенного механизма, и все-таки в уравнение реакции Центрального банка входит еще и в валютный курс. Мы несколько раз представляли результаты на конференциях на российских и зарубежных, и часто сталкивались с тем, что если просто изучать монетарную политику, просто изучать влияние на экономический рост, действительно есть проблемы, потому что характер трендов меняется. Особенно актуально это говорить сегодня, когда мы тоже понимаем, что, скорее всего, мы опять встречаем, мы сталкиваемся с тем, что изменятся тренды, и если мы это не учитываем, структурные сдвиги в эконометике не моделируемых, то мы, по сути, не учитываем изменение характера показателей в данном случае и получаем какие-то не до конца правильные восприятия реальности. Поэтому, ну, и будет здесь на самом деле очень условно, я поясню почему. Мы действительно пытались протестировать, насколько у нас гибридная политика таргетирования инфляции, причем в КНР вообще все очень хитро, поскольку, если смотреть по Всемирному банку, КНР заявляет о том, что они таргетируют Н2. Но благодаря наличию и тому, что исследование начиналось с участием китайских студентов, и этим условлено еще и то, что ряд будет очень длинный, поскольку они смогли получить эту статистику с китайских сайтов, а не в семи, не мировых сайтах. В документах, которые опубликованы на сайте Народного банка КНР, указано, что целью Центрального банка Китая является не только М2, они придерживаются и стараются таргетировать инфляцию, контролировать ее уровень, более того, не пропуская из внимания и валютный курс. Что касается моделей, я повторюсь, мы на начальном этапе моделирования, и, конечно, понимаем, что, скорее всего, монетарную политику здесь мы не уловили, потому что трансмиссионный механизм очень сложно замоделировать, и здесь, в данном случае, мы просто увидели сам факт влияния и сам факт важности курса и разницы процентных ставок, причем здесь разница процентных ставок бралась в соответствии с США, я покажу по оценкам, по структурным сдвигам, скорее всего, мы получили свидетельство про эти процентные ставки, и поэтому, конечно, на данном этапе при применении данного метода пока еще рано говорить о том, что мы увидели действительно гибридный подход в монетарной политике. Что касается методологии, изначально мы использовали модели КРМ, но на одной из конференций нам все правильно отметили в том плане, что если мы ищем долгосрочный вектор, коинтеграционный вектор, если мы его ищем, то не совсем правильно это делать, долгосрочной зависимости искать, не учитывая структурные сдвиги. Поэтому здесь мы учитывали их, во-первых, временной структурный сдвиг, во-вторых, еще и структурный сдвиг в тренде. Все было протестировано, были проведены тесты Грегори Хансона, и сразу переду к оценкам. Что касается политики Китая, что касается экономики Китая, точнее, простите, мы выявили, что структурный сдвиг у них был в 4 квартале 2007 года, и, скорее всего, это было связано с кризисом 2008-го. И что мы увидели, что когда мы вводим вот этот фактор изменения в тренде, после 2007 года мы видим сильное усиление роли обменного курса, вот здесь вот, что у меня не находится на число, и опять же, вот этот странный, который тоже мы часто об этом обсуждали на конференциях, очень часто бывает дискуссии, почему использовательный знак. Скорее всего, мы поймали вот ту самую КПС, мы поймали фаритет процентных ставок, поскольку мы брали за основу две совершенно разные страны, мы брали КНР и США, разную по уровню риску, и, скорее всего, положительность ставок, положительное мнение отклонения ставки КНР, отставки в США, говорит о том, что ожидается, на этой квалифетету процентных ставок ожидается обостенение юаней, и тем самым более выигрышное положение отдаётся к этой стране. Здесь почему-то надо было все-таки фаритетов, да, сохранить, потому что у меня в Пауру Бонити не получилось. Ну, попасть кружочком в цифру. Что касается экономики Российской Федерации, у нас есть другой момент структурного сдвига, это 4 квартал 2014 года. Причём, когда мы тестировали, вещь идёт не о том, что какой-то из просматриваемых показателей изменяет тренд. Здесь именно идёт показать изменение характера взаимосвязи. То есть тесты Грегори Хансона устроены таким образом, что мы смотрим не то, что какой-то один из временных рядов изменяет свою направленность, да, мы смотрим о том, что действительно меняется характер взаимосвязи. И опять же здесь мы видим значимые факторы, да, значимость факторов в том числе и при, опять же, прошу прощения, при эффективных, неэффективных переменных, при переменных, которые были введены для того, чтобы мы смотрели на изменения при сроках на сберегах, они тоже значимы, и здесь мы тоже говорим о том, что, ну да, сохранять и усиливать влияние валютного курса после кризисного периода для нас, в 2014 год. Вопрос часто разлучает, почему мне 2008 год выходит. Это, опять же, скорее всего, ещё не до конца проработанность метода, потому что Грегори Франсона мы использовали для одного структурного сдвига. Скорее всего, для России нужно смотреть два или несколько структурных сдвигов, тем более, что уже мы сделали тесты по тому, сколько структурных сдвигов в данной зависимости, и там действительно мы получаем два или более. Вопрос в том, что мы до конца уверены в спецификации модели, поскольку действительно то, что мы на данный момент поймали, то, что мы на данный момент имеем в статистике, это то, что курс просто влияет. Но это не означает, что ЦБ, монетарные власти России или монетарные власти ГНР включают показатель выравнения реакции Центрального банка. Нужно правило ТЕОРа. Опять же, как его использовать, правило ТЕОРа, поскольку, например, для России, да, мы знаем, есть период таргетирования инфляции, и есть период до этого, и тогда, если мы будем брать для периода таргетирования инфляции отклонения фактической от целевой, то, что нам делать с рядом до этого периода. В любом случае, да, здесь я буду очень благодарна вашему мнению, вашему видению того, как мы можем в каком-то направлении двигаться. Ну, вот, если говорить о выводах, да, на слайде. И спасибо за внимание. Я старалась очень быстро. Как говорит Борис Леонидович Лавровский, вот Борис Леонидович здесь вышел? И все-таки он, и все-таки. Вы вот выводы верните, пожалуйста. Значит, что вот, что получено-то? В данном случае мы получили, что после 2014 года для нас, или после 2007 года для КНР, для экономики КНР, роль валютного курса в облевании усиливается на, для просто, экономики. Ну, понятно, мы перешли, мы перешли к плавающему курсу с 2014 года. Можно было, так сказать, ничего не считать. Или вот в чем был Ваш результат? Ну, если говорить еще о результатах, да, о которых нам кажется, что здесь все-таки не имеют значимость, это факт того, что мы нашли дату демонстративного сдвига, и в России все-таки 2014 год оказался более значимым, чем 2008. То есть Вы количественно оценили, да, то, что стало в логике, Вы оценили это? Да, 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 о весе оценки. Ну, Вы-то, как, за коммунистов или за большевиков, как раньше говорили? Вы за таргетирование инфляции или что, или как? Сложно сказать, потому что пока на данный момент, да? Я, когда-то, вспоминая кинофильм Чапаева, это означает, я за коммунистов. Нет, 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 я за интернационал. Нет, да, вы китайку, 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 китайку. Нам надо еще поизучать. Надо еще поизучать. Так, пожалуйста. Вы говорили про долгосрочные эффекты. Есть они? Да, инфляционные нейтрали есть. Значит, против. Да, есть параметр инфляционных. Илья Саим Сакетада, но говорит про долгосрочную нейтральность. Да. Еще, пожалуйста, вопросы, комментарии? Нет. 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 Но, конечно.